В инспекции по московскому району города Бреста за 8 месяцев текущего года проведена 201 внеплановая тематическая оперативная проверка по порядку приема наличных денежных средств и используя кассовое оборудование. В результате контрольных мероприятий составлено 205 протоколов об административном правонарушении. Субъекты хозяйствования привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 237 миллионов 800 тысяч рублей. Такие контрольные мероприятия сотрудниками налоговой инспекции по московскому району города Бреста проводятся постоянно и направлены они на выявление и пресечение нарушений налогового законодательства субъектами хозяйствования. Особое внимание уделяется соблюдению установленного порядка приема наличных денежных средств и использованию кассового оборудования. Актуальность контроля этого направления обусловлена тем, что нарушения порядка приема, как правило, свидетельствуют о наличии теневого оборота. Именно этот факт позволяет субъекту хозяйствования уйти от исчисления и уплаты налогов. Одним из инструментов выявления нарушений порядка приема наличных денежных средств, которые используют налоговые органы в пределах своих компетенций, является контрольная закупка. Один рубль денежных средств, выделенных для проведения контрольных закупок, дополнительно принес бюджет 784 рубля в виде штрафов, арестов товарно-материальных ценностей и изъятия доходов, полученных незаконным путем. Если в начале 90-х годов прошлого столетия, в период ларечного бизнеса, выдать или потребовать чек при продаже товаров считалось недостойным делом, то сегодня время развития цивилизованного бизнеса, появление гипермаркетов и борьбы за каждого клиента. Выдача чеков является показателем высокой деловой репутации торговой организации. К тому же, законодательством предусмотрено, что за нарушение порядка приема денежных средств грозит наложение штрафа на индивидуального предпринимателя. Выполнение простых постулатов торговли, в частности выдача чека, защитит не только права покупателей, но и экономические интересы, деловую репутацию торговых организаций и индивидуальных предпринимателей. Продолжение следует...